Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 7 июля, и напомню, что сегодня первая пятница месяца. Это значит, что, как всегда, в этот день выходят данные по США, и такой показатель, как non-farm payrolls, количество вновь созданных рабочих мест вне сельского хозяйства. Данный показатель выйдет в 15.30 по московскому времени, и на текущий момент ожидания идут в сторону повышения тех мест, которые были созданы за предыдущий месяц, что, в свою очередь, будет позитивом для американского доллара, если этот показатель выйдет примерно таким же, как и ожидалось, или выше. Показатель ниже ожидаемого уже придаст импульс, нисходящий для американского доллара. Напоминаю, чтобы быть в курсе всех важных событий, вы можете использовать индикатор Admiral Calendar, который входит в пакет MetaTrader 4 Supreme Edition. Для того, чтобы обновить ваш MetaTrader и дополнить данной функцией, вы можете его скачать с сайта Admiral Markets, и также под описанием к этому видео есть ссылка. Наш обзор мы начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели уход выше максимальных значений 5 июля, пробили отметку 1.1369, закрепились за ней, и на текущий момент ожидаем движения уже в область 1.1443. И, собственно, видим завершение коррекционного движения, которое было несколько торговых дней, и уже продолжение на укрепление пары евро-доллар будет сейчас в приоритете. Ближайшая цель – это преодолеть отметку 1.4443. Далее уже мы можем увидеть рост на 1.15 и 1.16 как среднесрочные и долгосрочные цели. Пара британский фунт, американский доллар, также вчера уходит выше максимальных значений 5 июля, закрепились выше данных уровней, и на текущий момент открывается перспектива движения в область 1.30 по данной паре. Отмена данного сценария и возврат уже к продажам может произойти в том случае, если мы увидим обновление минимальных значений 5 июля, область 1.2894. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает корректироваться. Если говорить о начале покупок, то здесь нам нужно дождаться как минимум обновления максимальных значений, которые были вчера. Это отметка 76.14. Поэтому коррекция нисходящая пока еще продолжается по данному инструменту. Пара американский доллар и японская иена сегодня с утра уже обновила локальный максимум, что в свою очередь подтверждает продолжение восходящего движения по данной паре. Напомню, в последние три торговые сессии мы подходили к минимальным значениям в области 112.80, но паре так и не удалось закрепиться ниже этих уровней. Поэтому тенденция в рамках краткосрочного тренда на укрепление все также сохраняется. Пара американский доллар, канадский доллар также продолжает свое нисходящее движение. Ближайший уровень сопротивления, который мы можем отметить по данной паре, находится в области 1.3012. Это максимальные значения, которые были 5 и 4 июля. Пара евро-фунт после вчерашних попыток уйти ниже отметки 87.62 к концу торговой сессии обновили локальный максимум и на текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к фунту в данной валютной паре остается в приоритете. Ближайшая цель по движению находится в области 86.60. Это максимальные значения, которые были достигнуты 28 числа прошлого месяца. Золото продолжает на текущий момент свое нисходящее движение. Пока не может уйти ниже отметки 1217 долларов за тройскую унцию. Сегодня с утра мы видим торговлю вблизи данного уровня. Поэтому на текущем тенденция на ослабление остается в приоритете. По данному активу, если говорить о покупках, то здесь нам нужно дождаться ухода выше максимальных значений, которые были вчера и 5 июля. Отметка 1228. Нефть марки Brent продолжает свое нисходящее движение, которое началось несколько торговых сессий назад. Именно 5 июля пара обновила минимальные значения 4 июля. И собственно тенденция нисходящая началась и по данному активу. По индексу DAX мы также видим продолжение нисходящего движения. И ближайший разворотный уровень уже для начала движения восходящего находится на текущий момент в области максимальных значений, которые были вчера. Отметка 12498. На текущий момент еще раз тенденция по индексу DAX остается в приоритете нисходящая. То есть корректируемся в рамках более крупного восходящего тренда. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Желаю хороших выходных и увидимся уже на следующей неделе. Всем спасибо и до свидания.